В торговом центре «Планета» совершено нападение на троих несовершеннолетних. Одним из пострадавших оказался сын директора Уфимского благотворительного фонда. Вчера, по шестого, мне ребенок позвонил и сказал, что он поедет в «Планету» с друзьями покупать себе одежду, потому что он в интернете ее уже выбрал. Через час мне уже позвонила мама одного из друзей и сказала, что ребенок находится в 17 больнице. Я ничего не поняла и оказалось, что ребенок, когда пришел в «Планету», на них напали подростки, 6-7 подростков, 17-18-летних. При выходе из автобуса к ним пристали ребята и стали у них просить то прикурить, то телефон позвонить. Ребята решили не ввязываться с ними в полемику и просто пытались уйти от этого разговора, но они за ними увязались в «Планету». Трое мальчиков побежали в торговый центр и у входа встретили охранника. Они сообщили ему о том, что за ними гонятся хулиганы. Однако мужчина их проигнорировал. Обратились за помощью в магазин «Ветну». Там из «Ветны» их также выгнали, потому что сказали, что они им мешают, что они здесь все снесут. Была также аптека напротив. В аптеку они обратились, тоже получили отказ. В итоге они пошли в сторону супермаркета «Окей». По пути там есть «Ревгош» с правой стороны. И обратились также к охраннику «Ревгоши». Охранник «Ревгоши» их также отправил. «Идите, идите отсюда, нечего здесь делать. Все». Вот как себя вести в этой ситуации. В принципе, я бы, наверное, тоже растерялась. Не знала бы, что делать, хотя мне уже много лет. Но вот ребенок задал мне такой вопрос. Ты же делаешь добро, ты же помогаешь людям. Тебе обращаются за помощью, ты помогаешь. А почему мне не помогли? В супермаркете мальчиков догнали хулиганы и стали избивать. На выручку пришла охрана и разняла ребят. Однако двое несовершеннолетних все же попали в больницу с травмами. Сын Екатерины сильно повредил колено. Там они на него напали, как-то его перекинули. И, соответственно, он упал и повредил ногу. Здесь большая благодарность моя сотрудникам супермаркета «Окей» и охране, который там стоял при входе. Это Сергей, я знаю, что его зовут. Вот они оказали помощь, они помогли там разнять и вызвали скорую помощь. После случившегося родители отправились в торговый центр. Записи с камер они не дождались. Начальник охраны так и не пришел. Нам получить видео с камер также не удалось. Также мамы лично спросили у сотрудников, почему те проигнорировали просьбу о помощи. Мне ответили, мы не обязаны смотреть за вашими детьми. Смотрите сами за ними. Я говорю, у вас есть дети? Это же может произойти с любым. С любым. Когда я вижу рядом происходящее, я вижу, что кто-то кого-то пытается насильственные какие-то действия сделать, еще что-то. Я всегда вмешиваюсь в это. Охранники, я тоже понимаю, они сейчас заточены только на одном. Это маски и перчатки. Все. Охранники сказали, что вот эти подростки, взрослые, они постоянно там находятся, в планете, постоянно вот так вот привязываются к подросткам более младшего возраста. И вот это их место обитания, видимо, такое. У представителей торгового центра, однако, своя версия случившегося. Сотрудники всех магазинов торгового центра планеты имеют возможность оперативно связаться с сотрудниками охраны торгового центра. Однако в данном случае обращения от арендаторов не поступало. Потерпевшие к сотрудникам охраны торгового центра также не обращались. Инцидент произошел на территории гипермаркета ОК, где работает собственная охранная служба, которая и вызвала скорую помощь. 17-я больница, куда доставили мальчиков, передала материалы по случившемуся в правоохранительные органы. По словам родителей, полиция с ними до сих пор не связалась. Это было 6 часов вечера. Это общественное место, где много людей, где много проходящих. И когда ребята обращаются за помощью, почему никто не среагировал и почему никто не оказал помощь. Здесь, слава богу, что закончилась ситуация таким образом, что все живы, здоровы. И вот эти ушибы, как говорится, они пройдут все. Хотя я не знаю, там, с коленом мы сейчас будем обследоваться, что все-таки с коленом у нас будет происходить. Мы просто рассчитываем на то, чтобы другие дети не пострадали. Мы будем делать запросы и будем просить, чтобы этих ребят нашли и, не знаю, там, может быть, с ними провели там беседу какую-то или там с родителями всех поговорить. Эльна Рахасанова, Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ.